доброе утро доброе утро и продолжаем увеличивает радость поехали итак мы находимся в 25 уроке уже месяца дар скоро заканчивается и мы значит уже будем радостные такие что просто уже до пика дойдем радости до анна мав уже видно понятно радостно вячеслав лапшин все стали радостно уже более-менее итак сегодня мы дошли до десятого урока десятый урок у нас 10 инструмент радости мы сегодня изучаем 10 инструмент радости и кто хочет их запомнить он легко их запомнит первый инструмент это решение стать радостным ученые сейчас доказали что трансформация личности возможно при одном условии какое одно условие сильное решение трансформировать свою личность то есть изменения возможны если у человека есть сильная внутренняя огромное желание это сделать дальше идут там другие факторы но значит поэтому и в радости то же самое то есть это некая трансформация личности был человек безрадостный такой был унылый унылый аг а стала такой радостный спрашивает вот и чё стал радостно он говорит первый инструмент я принял решение я же хозяин себя я решил стать радостным человеком и моё сильное решение это мне больше всего помогло это первый наш инструмент как стать более радостным второй инструмент второй инструмент шутки прибаутки то есть человека ищет способы мышления которые веселые и что является выражением радости шутки прибаутки значит мы учили там есть три предохранителя как правильно шутить но значит шутки прибаутки это второе инструмент третий инструмент это внешние признать и радости приводят к внутренним изменениям система станиславского когда человек выживается в образ настолько сильно что он ведет себя как как будто бы он такой то к нему приходит внутри это же эмоция то есть моментально приходит это третья актер как будто ты радостный четвертое четвертое это музыка и танцы естественно что музыка и танцы они очень вводят состояние радости все мы когда-то танцевали значит вот нужно опять вернуться начать опять танцевать 5 5 это капсулы радости соблю собирайте собирайте красиво вот эти вот альбомы вот у давида давид михаэль у него сын родился слава богу но сын то уже почти взрослый а если он откроет альбомчик посмотрит как он радовался когда сын родился он еще раз радуется еще раз радуется можно хоть каждый день открывать этот альбомчик и радоваться капсула радости это называется дальше шестое шестое у нас это называется список я не знал как назвать сегодня придумал название значит смотрю мой полуполный стакан это шестой инструмент то есть у каждого из нас есть то что есть есть то чего не хватает и когда человек вот этот список смотрит на то что у него есть на свой полуполный стакан то что у него уже есть в жизни качество достоинства приобретение так далее то у него автоматически увеличивается радость и он на тот кто рад своему делу тому что у него есть кто-то называется богатый и счастливый тот кому не хватает мы сегодня кстати об этом поговорим 7 искры радости нужно уметь находить вот эти вот маленькие искры радости которые уже в тебе есть прямо искать их искать и как как костер мы раздуваем туда кислородика то есть внимание на искру радости и эту искру радости разжечь в большой костер обычно людям по умолчанию настройка стоит находить искры наоборот проблемные и эти проблемы раздувать есть люди такие они прям ищут проблему нашел прище раздул у него такая щека после этого да значит есть люди которые маленькую проблему раздувают в большую а есть люди которые маленькую радость раздувают в большую это у нас был седьмой инструмент восьмой инструмент называется думает хорошо в две мысли одновременно думать нельзя поэтому человек который хочет научиться думать хорошо просто когда он улавливает у себя в голове негативную мысль он ее переводит не ее переводит а он начинает думать позитивную мысль да значит третье это же бы у нас было восьмое девято девято у нас было вчера девято что у нас было разговора радости то есть путь между интеллектом и сердцем лежит через рот то есть то что ты говоришь слух произносишь это становится твоим заходит в подсознание поэтому радостные разные выражения аффирмации все это нужно проговаривать слух значит себя хвалить громко вслух в зеркало вот видите себя в зеркало ты молодец вообще вот ты радостно улыбаешься молодец все похвалить себя улыбаться хорошо повторить вот эти вот почему я повторяю кстати каждое утро перед следующим новым инструментом все предыдущие именно чтобы их запомнить значит и сегодня мы изучаем 10 инструмент 10 инструмент называется называется так ты автор книги назвал его так дающий или берущий дающий или берущий да сейчас секундочку значит микобель он оттен получает или дает вот так не дающий берущий получающий или же дающий значит он первое он вспомнил такой момент значит вспомнила момент следующий он говорит как-то я наблюдал как солдаты тренируются на базе и один из солдатов их командир он был радостный а все солдаты были уставшие такие и нерадостные и он говорит я в этот момент понял разницу когда ты рулишь когда ты управляешь когда ты решаешь что делать или же когда тобой управляют когда тебе говорят что делать вот он говорит я тут почувствовал вот эту вот радость вот эту разницу значит человек которые которые чувствуют что он ничего не решает своей жизни человек который чувствует себя жертвой обстоятельств, человек, который ждет все время, что ему кто-то должен дать, он себя ставит в безрадостную позицию. Причем эта позиция, тут мне очень понравилась эта мысль, это позиция ребенка. То есть маленький ребенок, которому два годика, три годика, четыре, пять, даже до десяти лет. Вот десять лет идет тренинг, он все время ждет, что кто-то ему что-то должен дать. Хорошая папа, купи игрушку, мама, купи игрушку и так далее. И его заставляют, им управляют. И многие люди так и зависают в этой позиции. Они всю жизнь ждут, что кто-то должен им что-то давать. И они всю жизнь в таком ожидании ждут принца на белом коне, потом они ждут алые паруса, потом они ждут, что правительство у них будет хорошее, потом они ждут еще что-то. В общем, они постоянно в ожидании, что кто-то должен им что-то дать, но им не дают то, что они ждут. И они проводят вот такую вот безрадостную жизнь жертвы и ощущают себя жертвой. Как же так? Почему мне не дадали? Кто мне должен? Кто мне сейчас придет и даст? И дальше люди их не слушаются, если они пытаются, чтобы кто-то их слушался, люди не слушаются. Это то. То есть, не работает. Значит, если ты выбираешь позицию, что ты получающий, Микабель, что ты как бы ты ждешь от других добра, ты ждешь, что другие что-то тебе сделают, ты ожидаешь, что они должны жить по твоим правилам, то это позиция, которая лишает человека радости. Теперь позиция, которую он нам предлагает. Он предлагает взять на себя ответственность за свою жизнь и ни от кого ничего не ждать, а стать человеком, который дающий, как Всевышний. Он дает всем и не ждет ни от кого. Ему ни от кого ничего не надо. То есть, он даже нам дает возможность выполнять его заповеди. Когда говорят, что Всевышний ждет, чтобы мы выполняли заповеди, вообще не так. Он говорит, смотрите, вот правило поведения. Значит, если ты выполняешь повелевающие заповеди, ты зарабатываешь баллы, у тебя есть совершенно, это как бы путь к радости, путь со мной соединиться. То есть, заповеди Всевышнего, когда ты выполняешь его волю, ты с ним соединяешься. Повелевающие заповеди, это возможность соединиться со Всевышним и тем самым набрать баллы, это уже следствие, что ты как бы соединяешься с высшей энергией, творящий мир, да, когда выполняешь заповеди повелевающие. Теперь он говорит, а вот эти вот запреты, это как раз вот тут вот идет работа с твоим эго. Вот тут ты как раз, когда ты хочешь, а это делать нельзя. Вот тут вот тот, кто хочет, вот это эго твое, да. Эго же это искусственная конструкция. Я хочу, вот эти вот слова там говорит человек, я хочу это пирожное, хочу, не могу. Это иллюзия. То есть, у тебя есть какой-то там тянет в животе, слюна во рту, и ты это формулируешь в словах, хочу, не могу. Но когда ты себе уже сказал, хочу, не могу, то ты уже как бы туда провалился, все, попал. А если ты говоришь, о, я чувствую, в животе тянет, слюна во рту, и я знаю, что запрещено эту еду есть, она запрещенная, и я, значит, выбираю идти в этом тоже соединиться со Всевышним. Я свое как бы эго, да, свое я, я убираю. То, что Всевышний сказал не делать, я делать не буду. Оп, в этот момент ты отпилил как бы кусочек своего эго, и ты опять же соединился со Всевышним еще в более плотную конструкцию. И когда ты во всем соединяешься со Всевышним, и через повелевающие заповеди, и через убирание своего эго, своего я, и ты не делаешь то, что Всевышний запретил делать, в этот момент ты со Всевышним становишься как бы как одно целое, да, то есть ты с ним соединился, и уходишь в вечную жизнь, начинаешь делать чудеса, и так далее. То есть праведник, он, почему праведник? Он делает волю Всевышнего как свою, и он убирает свою волю перед волей Всевышнего. Теперь, когда праведник что-то просит у Всевышнего, Всевышний выполняет его волю как свою тоже, потому что у них одна становится, как бы, они в резонансе. Поэтому благословение праведников надо искать, и молитвы праведников, и очень это вещь, которая работает чудесным образом. Когда человек действительно соединился со Всевышним, то его сила молитвы невероятная. Но каждый из нас тоже может в какие-то моменты стать праведником, когда человек молится, и когда он по-настоящему хочет соединиться со Всевышним, и он в этот момент, он выполняет волю Всевышнего, он говорит, я же знаю, что все от тебя, что ты хозяин мира, ты царь мира. В этот момент он сам становится праведником, и его молитва тоже становится сильной. Хорошо, значит, теперь он нам предлагает такую, это у нас десятый инструмент. Он нам говорит, смотрите, говорит, значит, выйдите из состояния жертвы, то есть начните, поймите, что вы создатель, вот я прям подчеркнул его слова, да? Значит, он говорит, вот задай себе вопрос, или я ответственный за мою жизнь и за мою радость, или я должен это все получать снаружи. Вот проясни свою позицию, то есть или ты хочешь, ты ждешь, что твоя радость придет тебе откуда-то, и тогда ты сидишь и ждешь, ну, кто меня порадует? Или ты берешь на себя ответственность вообще за все в своей жизни, и тогда ты начинаешь и создавать свою радость, и создавать свою жизнь, и перестаешь быть Адам пассиве, который, пассивный человек, который все время хочет только получать. И он, конечно, будет чувствовать себя грустным, потому что ему не додают. Тут, в общем, смотрите, тут есть один такой момент, мы до этого учили 120 уроков благодарности. Благодарность – это ты даешь благо, то есть когда тебе кто-то дает, например, Всевышний, и ты, получая от Всевышнего, но ты в этот момент благодаришь от чистого сердца и мощность сильно благодаришь, то ты этим даром благодарности, например, благодарности Всевышнему, то ты уравниваешь, то есть ты перестаешь быть только берущим, ты становишься также и дающим, да, то есть ты меняешь свою позицию. Когда человек тебе кто-то что-то сделал, и ты его благодаришь от чистого сердца, то ты тоже даешь ему дар такой, да, то есть ты его благодаришь, благословляешь, говоришь, чтобы Всевышний так же тебе давал еще больше. Твое благословение, оно ему даст намного больше, потому что, например, человек зарабатывает, там, я не знаю, 10 тысяч долларов в месяц, тысячу он раздает над сдаку тем людям, которые посвятили себя изучению Торы, например. Раздал он по 100 долларов 10 человекам, и каждый говорит, что Всевышний дал тебе в 100 раз больше, чем ты даешь. И каждый его благословил, он в следующий месяц заработал 100 тысяч долларов, он раздал 10 тысяч долларов, дал каждому по тысяче, говорит, ребята, пожалуйста, помолитесь еще за меня, пускай Всевышний мне вот сейчас я новый проект делаю, если получится, построю синагогу. Бах, все за него молятся, читают псалмы, он заработал миллион, дал 100 тысяч долларов, отлично. То есть, получается, что непонятно, кто кому еще больше дал. Тот, кто благодарит и который благословляет, или тот, кто дает. То есть, у них, видите, у них как бы здесь благодарность уравнивает в жизни очень многое. Теперь дальше он пишет здесь такую тоже интересную мысль. Значит, так он говорит, они бухер бахаим, то есть, каждый должен осознать эту вещь, да, и она действительно, фактически, она есть, что именно я выбираю в своей жизни, и я создаю реальность, мою реальность. Они ее цер, это мы ци учили, я создаю свою реальность, да. И, значит, когда человек это осознает, он становится более активный, и он перестает кого-либо обвинять и так далее. То есть, вся его сила, она направлена на то, чтобы созидать, создавать. То есть, у него возвращается такое управление своей жизнью. Я помню, когда-то я это осознал, эта идея не новая. У меня первая, первая моя книга в 2007 году называлась «10 заповедей успеха». И первая заповедь успеха, она такая, возьми ответственность на себя, осознай, что действительно все в твоей жизни – это твоя ответственность, твои интерпретации, твои реакции, твои решения, твои цели, то, что ты решаешь даже ничего не делать и обвинять других – это все твои решения. То есть, осознай это, это называется взять ответственность, что все в твоей жизни зависит от тебя. И дальше, дальше уже тогда он предлагает нам упражнение, такой тордиль. Он говорит, вот возьми разные сферы жизни и, значит, посмотри на каждую сферу жизни через эту призму. Или я здесь микобель, да, я пассивную позицию занимаю, или же я занимаю активную позицию. Или я, значит, когда ты вот эти вот распишешь, например, давайте возьмем пример. Вот человек, первый, самый простой, простая сфера – здоровье. Я вчера проводил лекцию, меня пригласили, обычно я отказываюсь, потому что мне в онлайне хватает общения с людьми очень сильно, то есть у нас сейчас на уроке, например, там больше чем 200 человек, если взять по всем сетям. А вчера меня пригласили провести урок в школе для девочек, для 9-го, 10-го класса, 11-го, 12-го, в каждой группе было по 20 человек, то есть 40 человек. Но этот урок посмотрят, например, который мы сейчас смотрим с вами, да, сейчас там больше 200 человек, в среднем потом каждый урок смотрит где-то 2-3 тысячи человек минимум, да, идут просмотры во всех соцсетях. Теперь 2-3 тысячи человек посмотрели. И мне для того, чтобы провести урок нужно полчаса. Вот я полчаса провожу урок, а там для того, чтобы для 40 человек провести живой урок, мне пришлось ехать туда, час один урок, час другой урок и ехать обратно. То есть всего у меня ушло 3 часа времени и было всего 40 человек. То есть разница там 4 тысячи и 40 человек, разница в 100 раз. В 100 раз разница. Ну то есть понятное дело, что это неэффективно. Но я почему-то в этот раз согласился поехать, мне было интересно посмотреть на, ну не знаю, согласился. Я раньше же когда-то в начале, в самом, я преподавал в школе, преподавал для родителей. То есть, ну я очень люблю преподавать. Как-то вот я себя услышал, поехал преподавать. Я девочек этих спрашиваю. Говорю, девочки, а кто спортом из вас занимается? Вот делает зарядку, занимается собой своим телом, спортом. Религиозные девочки, религиозная школа? Никто. То есть, это какая позиция? Это очень пассивная позиция. То есть, человек просто живет, ест и смотрит, ну куда дальше, что будет с моим телом тогда? Это пассивная позиция. Какая активная позиция? Человека, который взял информацию, да, взял на себя ответственность, он говорит, секундочку, я, значит, буду каждый день посвящать время 5-10 минут, час своему здоровью. Я буду им заниматься, я буду делать зарядку, я буду там делать какие-то упражнения. То есть, я, моё здоровье, это моя ответственность. Я занимаю активную позицию. Я не буду просто сидеть и ждать, пока что-то, значит, произойдёт, а потом жаловаться на врачей, что врачи не очень, да, вот я эту позицию, вот врачи не очень, врачи не очень, врачи не очень жалуются. Так ищи очень врачей, значит, ну, каким-то образом, что ты, это вот и есть та позиция такая пассивная, когда ты, во-первых, сам ничем не занимаешься, и потом ещё всех обвиняешь. Это проигрышная позиция. То есть, она, как бы, человек сидит, ну, типа, я жертва, да, вот, пожалейте меня. А ещё и жалеть никто не хочет. И он такой, ну, вообще, что ж это такое? Я думал, меня хоть пожалеют. Он говорит, нет, а что тебя жалеть? Это твоя ответственность, твоё здоровье, твоя ответственность. И, кстати, то, что тебе не везёт с врачами, а ты читал советы Любавичского Рэбэ, как надо к врачам ходить? Чё, говорит, не, не читал, а чё буду читать? Оно мне должно само всё в жизни приходить. Нет, это пассивная позиция. Любавичский Рэбэ советовал так. Значит, если у человека что-то, ну, со здоровьем, он первым делом должен пойти сразу же к врачу и провериться. И начать молиться, чтобы Бог ему послал хорошего врача и чтобы Бог послал врачу правильную мысль. Очень сильно надо начинать молиться. После того, как его первый врач обследовал, он всё это время, когда первый врач его обследует, должен искать лучшего врача в этой сфере. И когда, когда у него и молиться, опять же, молиться, потому что лечение, врач же инструмент, а лечение от Бога. Потом, значит, нашёл он лучшего врача какого-то и должен пройти второе обследование. Я когда-то у меня была одна клиентка, и я ей это посоветовал, я это рассказал. Ей первый врач поставил диагноз онкология. И говорит, всё срочно, всё вырезать, всё-всё. Но я ей уже рассказал, я говорю, активная позиция не такая. Значит, ты взял диагноз первого врача, и тебе нужен обязательно второй врач. Второй врач обсматривает, говорит, нету ничего, ты здорова. Она в шоке. Я говорю, вот теперь нужно найти третьего врача, как Рэбе советовал любая часть. Третий врач – это должен быть врач-друг. Неважно, какая у него квалификация, в какой сфере он работает, важно, чтобы он был твой друг, который тебя любит, и который, ну, всё-таки он врач. И он тогда, третий врач, он, посмотрев на эти два разных диагноза, он тебе даст какой-то совет, что дальше делать. Это вот была у любаяческого Рэбе такая, как технология. Это активная позиция. Это не позиция, когда ты сидишь и ждёшь и жалуешься. Это позиция, когда ты предпринимаешь умные, правильные действия. А ещё более правильная позиция, когда ты каждый день занимаешься своим здоровьем, чтобы не допустить эту ситуацию, которая потом выражается в виде болезни. Это всё последствия каких-то твоих неправильных действий. И вот это я привёл пример на сфере здоровья, чтобы человек проверил себя во всех сферах жизни, какую он занимает позицию. Или позицию жертвы, которая ждёт, что всё время тебе должны принести. Или позицию активную, когда ты создаёшь свою жизнь, когда ты советуешься, учишься, консультируешься, предпринимаешь действия и так далее. То есть он говорит, вот проверь это. И в каких сферах я занимаю позицию микобель, только получающий. И в каких я мошпия влияющий. И постарайтесь сделать список. И после этого проверить, в каких из сфер вы хотите изменить положение. И какой маленький активный шаг вы можете сделать для того, чтобы изменить положение в тех сферах, в которых вы хотите изменить. Очень прекрасный совет. И это даёт радость жизни, потому что ты тогда управляешь. Это твоя жизнь. То есть ты начинаешь рулить своей жизнью. Это очень приятная позиция, когда ты рулишь, а не когда ты жертва. Хорошо. В этой книжечке тоже у нас сегодня хороший совет. Совет называется «Спасибо». Спасибо, значит, он говорит такую вещь. Нужно приучить себя говорить «Спасибо – это точно то, что мне нужно». Значит, ну это имеется в виду говорить Всевышнему «Спасибо – это точно то, что мне нужно». Он приводит пример. Он говорит, вот представьте, человек бедный, у него нет денег, и его пригласили, там где-то свадьба какая-то была, и его пригласили, чтобы он покушал. И он покушал, он чувствует огромную благодарность, когда он кушает, он голодный, он не ел. И, значит, он ощущает чедрость хозяина дома, он очень ему благодарен, он поел. Но после того, как он наелся, он наелся уже, все, хух, он начинает обращать внимание на других гостей. И тогда он вдруг замечает, что некоторые сидят на более удобных местах, у кого-то больше еды. Потом он начинает думать, что еда, которую он ел, тут была пересолена, тут была там слишком жирная. Он говорит, вот это позиция человека в жизни. Значит, когда у тебя нету, ты получил от Всевышнего, ты радуешься. Но потом, когда у тебя уже более-менее все нормально, начинается перфекционизм. Это не так, это не то, это не так, у кого-то лучше, мне не додали. Он говорит, ну, и что ты в это выигрываешь? Что ты выигрываешь от этого, да? Опять же, такая позиция, она создает явные негативные эмоции. То есть, человек в позиции, тебе не додали. Конкретно тебе не додали, ты, конечно, ущербный какой-то, да? Только кто себя в эту позицию ставит? Сам же человек. Он говорит, так что же делать? С чего начать? Он говорит, начните думать, говорить и молиться. А потом? А потом с полной уверенностью вы можете сказать Творцу, спасибо, это точно то, что мне нужно. И даже неудачи дальше он продолжает, это тоже подарок Всевышнего. Потому что неудачи, они побуждают учиться, неудачи не дают вас гордиться и неудачи заставляют молиться. Получается, что это подарок Всевышнего, когда у человека не получается. Представляете? То есть, давайте сведем все вместе. Активная позиция это признать, что все в вашей жизни это следствие ваших выборов. И взять вот этот штурвал в руки и начать рулить в своей жизни. Это активная позиция называется, это первое. Она приносит и радость, и она же приносит, эта активная позиция, результаты. Потому что сидеть ждать, это не годится. Дальше. Что бы ни происходило, это подарок Всевышнего. Получилось? Это подарок, это точно то, что тебе нужно. Не получилось? Это то, что тебе нужно в этот момент для того, чтобы научиться, для того, чтобы не возгордиться и продолжать двигаться вперед. И для того, чтобы молиться Всевышнему более активно, чтобы Он помогал. Все в жизни идеально. Желаю вам огромных успехов в ваших... Главная-то цель какая? Приближение ко Всевышнему. И коротко, еще одну я вещь, так как мы сегодня позже начали чуть-чуть. Эта книга очень интересная. Называется она «Лякшоф Тоф Тоф». «Думать хорошо-хорошо» дословно переводится. И, значит, так, если ты будешь думать хорошо-хорошо, так перевернется твоя жизнь в позитивное событие. Если ты начнешь думать хорошо-хорошо. «По стилю, по Альпиди Шато, по подходу к жизни Раби Милюбавич». Значит, написал эту книгу Мендель Кальмансон. Кальмансон. Значит, он раввин из Лондона, такой есть раввин Мендель Кальмансон. И он написал эту книгу, значит, по подходу Раби Милюбавичской Раби. Удивительные вещи он тут находит из писем Раби и так далее. То есть, он объясняет подход позитивной Раби. И вот сегодня он... Раби был в 41-м году. Он был в оккупированной Франции. И он с Божьей помощью каким-то образом с женой сумел все-таки выбраться оттуда и попасть в Нью-Йорк. И вот он писал. Он говорит, знаешь, говорит, вот когда разрушился мой привычный образ жизни, а он был женат, он был сыном Рава Днепропетровска. Потом папу его посадили в тюрьму, сослали в ссылку в Казахстан. И он там умер в страшных вообще условиях. Значит, вообще жил в месте, где не было никого из евреев. В раввин все. Равлевиц, когда похоронен в Алмате. И значит, Раби его никогда больше не видел. Он сам женился на дочке Раби тоже там. В общем, у него была очень тяжелая жизнь. И он пишет в письме. Ты знаешь, говорит, я очень благодарен этому периоду в моей жизни, когда вот эти вот случились со мной все эти большие неприятности. Потому что, когда человек попадает в условия, когда его как бы вырывают из его привычного образа жизни, в этот момент человек и раскрываются скрытые его возможности, скрытые силы, скрытый его потенциал. Потому что, когда все идет в привычной, то человеком управляет общество. Но когда он оказывается вырван из того общества, где он был в новом месте, в этот момент происходит освобождение и открывается то, что в нем было скрыто. И он, автор этой книги, он говорит, вот даже в самом таком, казалось бы, человек теряет все. У него ужасная ситуация. Все. Он находит в этом позитивный момент, что это и позволяет действительно раскрыться скрытым силам человека. Так что, если у вас сейчас вы куда-то переехали, все это как раз сейчас раскроются ваши скрытые силы, ваши скрытые таланты. Начинается новый этап в жизни, который принесет много-много радости. Все. Всем удачи, успехов. С Божьей помощью. Встречаемся завтра в 10 утра. Спасибо, что приходите на уроки. Под уроком есть ссылочка. Можно зарегистрироваться, заполнить анкету в онлайн-школу «Жизнь по Торе». Вас подключат к невероятной. Мы сейчас сделали боты. Бот благодарности, курс по счастью и так далее. Все онлайн-школа «Жизнь по Торе» абсолютно бесплатная, потому что она существует на пожертвования друзей икра, партнеровая икра и спонсоровая икра, поэтому для всех она бесплатная. Вы можете поддержать и стать партнерами в распространении Божественного Света или просто пользоваться. Все. Удачи, успехов. Всего хорошего. До завтра.